Продолжение следует... Здравствуйте, Назар. Спасибо, что пришли. В такие дни достаточно сложно найти участников эфира, потому что очень много событий. 70 лет, как закончилась Вторая мировая война. И вот сегодня мы, наша страна, наш город, наш Харьков, наши граждане встречают эту годовщину. Я бы сказала, действительно, в буквальном смысле, со слезами на глазах. Год продолжается оккупация части нашей территории, Востока Украины, соседним когда-то очень дружественным государством. Но я бы хотела начать этот разговор, Ирина, с вас. И буквально вот такими вещами. Семь в реанимации, трое в палате интенсивной терапии. Поступило 30 человек на вчера. Нужна операция по вживлению имплантов, хрестоподибной звязки для бойца КАСАП. Стоимость 13 800. Просим помощи. И дальше идут реквизиты. Госпиталь Харьков от 5 мая. За сегодня приняли два борта раненых. Ходите и обуть уже не во что. Даже кофе напоить сложно, не говоря уже о чем-то сладеньком. Очень печально отказывать ребяткам. Они нам поднимают настроение своими стихами и песнями, показывают видео своих батальонов, они улыбаются и могут шутить. Именно потому, что видят нас и вас, и знают, что мы заботимся о них и ждем их с победой. За нас и наших детей они защищают свободу нашей Украины. Мне кажется, сегодня это как никогда актуально. Вот как вы вообще с этим все справляетесь? Как вы с этим живете? Потому что я знаю, что сестра Милосердия, ну знаете, станция Харьков принимает переселенцев. Кто-то ездит на передок, как вот ребята-волонтеры говорят. А вы встречаетесь с болью. Радости здесь мало. Да, ребята улыбаются. Но это очень больно. Даже не знаю, на что ответить сначала. Да, это больно. Очень больно было первый раз год назад, 2 мая. Было очень больно, было очень больно в течение двух месяцев. В течение двух месяцев приходила домой и плакала. Плакала вот такими крокодилями слезами, как говорят. Потому что было очень страшно, было непонятно. Было непонятно, что происходит, как происходит. Было непонятно, есть ли возможность у наших бойцов вообще отбивать атаки. Все было непонятно. Но вот, слава богу, каким-то образом все немножко устаканивается. И хотя бы теперь понимаешь, что происходит. Понимаешь, чем помочь, как помочь. Не только помочь тем, чтобы вовремя подскочить, оказать какую-то перевязку на поле боя и забыть про человека. А помочь именно в том, что когда уже оказана первая помощь, далее идет самая важная помощь. Помощь понимания, помощь осознавания того, его осознавания того, что ты здесь кому-то действительно нужен. Причем нужен чужим людям, которых ты никогда в жизни не видел. И эти люди готовы помогать тебе в той ситуации, в которой оказался ты, твой друг, твой побратим по батальону, незнакомые тебе ребята. И когда видишь, как они сами сдруживаются там, внутри нашего госпиталя, и как отзываются люди, которые приходят помогать, они ведь даже не видят ребят. Потому как система пропускная сложная очень госпиталя. Это воинская часть, это немножко другое, чем больница обычная. Поэтому попасть сложно туда. Конечно, жен, родственников, матерей, естественно, конечно же, пропускают, это понятно. А просто парасичному громадяныну очень сложно попасть туда. Да, с улицы просто прийти даже с благими намерениями, понятно, что это не так просто. Поэтому все через нас проходит, через волонтеров. И люди, которые помогают, не видят ребят. А ребята, которые принимают помощь, они не видят людей. И получается какая-то, то есть мы какое-то связующее звено между нашими патриотами и громадянами, женками, в основном женками, которые приходят. И ребятами, которые приезжают с передовой, абсолютно разные, с абсолютно разных батальонов, с абсолютно разных регионов. У всех абсолютно разное понимание о Харькове. и большей частью изначально воспринимали в штыки очень сильно. Никто не верил в это, потому что все считали, что Харьков это какая-то расистская территория, что мы тут все ждем Россию, ждем Путина, ждем этот. И даже побаивались ехать. Побаивались и сюда. И были даже такие иногда инциденты, что человека привязывали реально к кровати, потому что вот он хотел, убегал и хотел реально очень срочно из Харькова, потому что это расистский город. Вот настолько действительно он был настроен, что мы реально ловили человека на КПП, возвращали его обратно, потому что у него была очень серьезная контузия. И вот настолько этот. Когда заходит к тебе парень в нашу волонтерскую комнату и на ломаном русском языке, то есть сразу становится понятно, что он из захидной Украины, и когда он на ломаном языке говорит, здравствуйте, девочки, можно у вас что-то попросить? И кулу вид повидаешь, мой добрый день, да, что вы худели? Вам кавы, будь ласка рубить каву, вам чаю, будь ласка рубить. И тогда уже человек понимает, и он прям видно на нем, как он вообще прям... Преломляется. Выдыхает тогда, что вот становится совершенно... Ирина, я понимаю, что вы можете рассказывать массу примеров. Что самое сложное? Потому что я понимаю, что, ну, в конце концов, человек к очень многим вещам привыкает. Он привыкает к боли, да. Но все равно остаются какие-то островки, которые всегда нужно преодолевать, прикладывать еще больше сил, чем на ту боль, которая преследует тебя постоянно. Вот для вас самое сложное. Или уже совершенно без... Как медики, да, вот отключили сознание вот эту боль. И вижу цель, не вижу препятствий. Нужно помогать, а все остальное, это как бы мимо. Вот, да, вы знаете, действительно притупилась боль. Уже если приходит парень к нам без руки, не реагируем, как реагировали раньше. Девчонки, которые у меня были, они, ну, поначалу даже, когда заходил такой вот парень, даже убегали из комнаты, чтобы просто не видели слез их, потому что было тяжело. Уже, к сожалению, ну, привыкли все. Уже не реагируем на то, что это самое. То есть такой же точно человек, как и все мы. Абсолютно одинаковый, точно такой же, как и все мы. У нас сейчас есть мальчик, который лежит у нас в госпитале. Он уже достаточно долго лежит. Он совсем маленький, совсем молоденький. Он потерял кисть руки. Он сейчас с нами вместе волонтерит. Потому что, ну, она должна зажить. Вот часть руки, которая осталась у него там. Это очень долгий процесс. Как бы тут уже не лечение, тут уже время. И это время он должен проводить под наблюдением обязательно врачей. И так как ему скучно, естественно, в палате, он приходит к нам и волонтерит вместе с нами. Он помогает точно своим же побратимам. Достает им и трусики, и носочки. Все это делает одной ручкой. И вообще замечательно и прекрасно. И ни в коем разе никто никогда ему там не скажет, ой, нет, Максимка, тебе этого нельзя, ты этого не сможешь. Он сам попросит, он сам все понимает. Он абсолютно нормально к этому относится. То есть мы стараемся ребят как бы приобщить к нашему общему делу. Самое сложное и страшное сейчас, по-прежнему остается, к сожалению, сталкиваемся еще с таким вопросом, недоверием людей. Сталкиваемся иногда с тем, что иногда приходят люди принести какую-либо помощь и устраивают, вот в прямом смысле слова, иногда скандалы на КПП. Нет, нам ваши волонтеры не нужны 300 лет. Мы хотим лично сами, только мы хотим зайти. Мы никому не доверяем. Они все сопрут, они все себе отнесут. И начальник охраны, и охрана, и даже иногда и ночмета, и начальник охраны всего госпиталя им объясняют, что здесь волонтеры наши работают официально. Они здесь находятся уже год. Им доверяют абсолютно все. Приходят такие же люди, которые им говорят, да мы с девчонками вот уже целый год помогаем, носим, никогда ничего не пропадало. И все равно не доверяют. Вот это самое страшное, вот от этого расстраиваешься еще больше. Хотя потом, когда приходит, как бы такой вот, как холодный душик, и осознаешь, что все-таки да, у нас сейчас такое положение в стране, столько фейков, столько всего-всего-всего, что нужно придумать, как сделать так, чтобы доверяли. Тем не менее, да, это касается не только волонтерства вообще в жизни. Ну, никуда не деться таких криминальных личностей, которые как раз вот повыползали очень сильно сейчас. И как раз пользуются доверием людей, да, когда пошла вот такая волна, когда общество все встало. Да, волонтеры возглавили это движение, стали впереди, люди подключились, кто-то, извините, лежа на диване отсылает 200 гривен, да, кто-то хватает какие-то вещи и сам приносит. И спасибо им всем, и вам в том числе, огромное. Вы рассказали о пареньке, который, прибыв из зоны АТО, лишился кисти и стал волонтером, можем сказать. Ну, вот у нас Назар, ситуация немножечко другая. Был волонтером, да, и стал бойцом, боец батальона Айдар. А почему? Потому что вы помогали, да, ездили туда. Я поздно. Почему вдруг? Или вас призвали? Нет, меня никто не призвал, я чисто на добровольческих началах стал бойцом. А что подвигло? Не знаю, как-то есть. А была причина отсидеться, ну, вот, уважительная, да, вот, я знаю, там, отсрочка, ну, вот, так, чтобы не сказать. Так у меня не было призыва, я пришел, я, наоборот, сам делал документы, чтобы только попасть. У меня вообще белый билет, я не приходил к службе в армии в военное время. То есть вас могли бы не взять, но тебе не было. Меня вообще, меня не имеют права взять в армию в военное время. Но поскольку это, ну, как, когда ко мне в дом лезут, я не буду защищать свой дом. Это моя земля, это моя страна. И, как бы, я ездил очень много волонтером, ну, помогал, опять же, госпиталям, многим частям. Я начинал еще волонтерить с 95-го аэромобильной, это первая бригада, вот первый изюмский, последний был наш блокпост. С 16 апреля. С 16 апреля это поставили первый изюмский блокпост, вот, ну, он до сих пор стоит уже такой. Да, это в 2014 году. Да, и направо, если поехать, там выставляли 95-ю аэромобильную. Мы когда приехали, первые с ребятами, мы приехали, я тогда был уже в Харьковской самообороне, мы поехали с ребятами просто пообщаться, познакомиться. Но когда мы приехали туда, и мы понимаем, что ребят, они роют окоп и выкинули в 6 утра, а мы приехали в районе часа-двух дня, и ребята нас просят просто съездить в деревню, привезти им воды напиться. У меня был тихий, ну, у меня был просто паника и ужас. Я понимаю, что именно у них ни еды, ни воды, ничего нет. Ну, да, я вспоминаю вот эти первые информации, которая пошла от волонтеров. Честно говоря, да, волосы вставали, потому что не говоря уж о нижнем белье, да, это то, к чему мы привыкли. Нижнее белье это ужас. Но вода без чего невозможно. И вот тогда меня немножко, когда я понял, что когда там говорят, что сдают Крым или что-то, я просто тогда замыслился, вот стоит человек, человек шесть часов, на жаре стоит. Ну, была погода, как сейчас, наверное, была жуткая жара. Вот он больше шести часов не может напиться. При этом он роет окопы, при этом он должен меня защищать. Естественно, если кто-то будет входить, он не то, что защищать не будет. Ну, и потом обвинять их в чем-то, если они голодные и холодные, ну, в чем ты их обвинишь? Естественно, он там третий день есть хочет. Ну, а сколько вы времени уже в Айдаре? В восемь месяцах. В восемь месяцах, ну, практически. Да, уже скоро дебилет. Да, уже скоро дебилет. Айдар вот на днях год праздновал, там было, по-моему, на площади Свободы, я, к сожалению, не работала. Я не смогла быть на этом мероприятии. Ну, вот это, ну, год Айдару и ваши восемь месяцев. Ну, для вас, вот тот же вопрос, что и Ейрине. Для вас что самое сложное? Ну, я сразу говорю, и второй вопрос. Когда вам было страшно? Вот страшнее всего, когда вы ощутили этот физический страх? Я не поверю, если вы скажете, что не страшно. Знаете, страшно очень было, когда... Самое страшное было, наверное, когда нас еще на площади окружили ребята. Вот когда у нас был митинг, ну, если вспомните, когда спускали на коленях, я был в этой толпе. 6 апреля 2014 года. 6 апреля, вот тогда было страшно, когда ты понимаешь, что у вас 30 человек, а вокруг вас 3000. Толпа, которая готова порвать. Потом же нас упаковали в бобик, ну, пытались вывести в бобику, попроезжая колеса. И когда ты сидишь в этой будке, полностью закрытой на жире, ее раскачивают, заваливают, и ты понимаешь, что с той стороны толпа готова тебя порвать. Ну, как бы, ну, после этого, что так сильно страшно уже. Вот тогда и ужас прокатился, да, и тогда уже ты понимаешь, что ты уже ничего не сделаешь, уже если... Как население относилось к вам? Население очень-очень по-разному. Население очень двое, есть кто за Украину, есть кто скрытен, вы понимаете, им очень страшно. Им очень страшно, они знают, что там захватывают, сдают. Они ходили под сепарами, ведь насколько мы продвинулись в ту сторону, да, неизвестно, что будет завтра. Им действительно тоже страшно. А у них там, ну, дом, семья, хотя многие люди... Ну, многим все равно. Это тоже очень страшно. Вот то, что пугает, потому что многим все равно... Все равно или они против Украины? Ведь это тоже очень важно. Знаете, очень многие ждут, чтобы отсидеться. Им все равно. Россия, Украина, им абсолютно не важно. Куча молодых пацанов ходит, которые там гуляют, напиваются. Да и у нас в Харькове выйдите и посмотрите. Люди, которым половины все равно... Давайте сейчас по улице пройдемся, сколько с пивом стоят. Им все равно. Вот это страшно тоже. Потому что, ну, как-то смотришь на это, очень тяжело оттуда сюда приезжать в этом плане. Я очень часто приглашаю в эфир волонтеров, потому что мне кажется, это очень важно. Вот вы были волонтером, и для вас сегодня, как для бойца, который знает, что такое зона АТО, и причем не мирная территория, а там, где стреляют. Вот когда вы получаете волонтерскую помощь, что для вас самое приятное, что ли, или самое трогательное? Я как бы не перестал быть волонтером, я все равно приезжал, меня отпускали привезти. Ну, тем не менее. Ваши побратимы, ваши товарищи, вы же получаете, вот я знаю, рисуночки, какие-то поделочки, какие-то обереги, большие сухие. Нет, вы знаете, очень просто такое впечатление было, когда приехали на Новый год, ребята, вот просто как один из моментов, когда на Новый год дети собрали кучу всего, каких-то там самодельных игрушек. Ну, мы когда нарядили елку гранатами и пулеметными лентами, она не очень смотрела. Да, ну, что есть, тем и нарядили. А когда достали вот кучу дети, прислали всяких... Такой елке фирмит, наверное, может, хорошая. Когда дети там прислали кучу всяких вот этих, ну, просто видно было, как бойцы радуются вот этим каких-то там конфетам. Были какие-то маленькие подарочки, шоколадки, конфеты. Вот как-то настолько это приятно со всех сторон воспринималось. Просто вот, ну, как-то так ярко запомнилось очень. Вам, Ирина, и вам, Назар, вопрос. Кем вы были в мирной жизни, Ирина? Ну, я думаю, что... Ну, я, насколько я помню, у вас, по-моему, совершенно не медицинская профессия, не медицинское образование. Абсолютно не медицинское, но никогда об этом раньше не думала, но сейчас подумала, что, по сути, это, в принципе, наверное, волонтерское. Я по образованию режиссер. И занималась до начала войны, занималась КВНом. Причем КВНом занималась профессионально, то есть на высоком уровне и Высшая Лига Москва, и Киев, и Минск, то есть все вот высшие лиги, которые существуют. Все организатор. Да, я как актер, как автор, как режиссер, и самое главное, как администратор и директор команд. С очень-очень многими и именитыми командами работала. То есть, по сути, тоже волонтерство. Нужно где-то достать, обеспечить, найти и так далее. Печеньюшки, чай еще и сплясать. Да, ничего, еще и сплясать. Видимо, как-то, наверное... Все это срослось в один прекрасный момент, когда оказалось, что это очень нужно. А вы, Назар? Повар-кондитер. Повар-кондитер? Ну, это вообще великолепно, по-моему. Да. Но вы работали, занимались этой профессией? Когда все это закончится? Я свято в это верю. Когда все это закончится? Вот, насколько я знаю, Министерство внутренних дел, по-моему, предлагает добровольческим батальонам влиться в эту структуру. Как вы видите свое будущее потом в мирной жизни? Я, ну, как бы, на данный момент я не вижу, ну, как, в мирной жизни я не знаю, чем я буду заниматься. Надо закончить войну. В первую очередь, это не АТО, это война. И мы все это прекрасно понимаем. Если мы посмотрим на факты, у нас стопроцентная настоящая война. АТО — это антитеррористическая операция. Но террористов их может быть 100-200 человек. Мы их расстреляли и забыли. Ну, это уже, грубо говоря. Ну, а когда их подвозят там эшелонами, извините, сражки, это уже обеспечивает танками. Там просто, ну, у нас во всем Крыму столько танков не было, сколько уже спалили. Поэтому, как бы, когда закончится война, ну, я сейчас не представляю. Я хочу там землей заниматься. Это мое личное желание. Мне нравится это. У меня есть такое в планах. Возможно, действительно, там, это мое. А что получится? Опять же, идти куда-то, в какие-то структуры? Ну, не факт. Потому что не знаю, смогу ли я. Ну, мне кажется, вы знаете, вот в такой ситуации, ну, стрессовой, да, очень важной и очень напряженной, мне, я имею в виду военную вот эту ситуацию, мне кажется, очень важная мотивация. И мотивация, она, ну, мне кажется, любой боец, может, я ошибаюсь, он должен быть замотивирован как раз на мир, да. Вот война закончится, и я буду вот тем-то заниматься. Вот война закончится, и я буду вот тем. Ну, подождите, когда война закончится, у меня будет шикарная рыбалка. Когда война закончится, у меня шикарные, у меня будут шикарные завтраки. Я могу с утра вставать, думать о чем-то другом. Я уже не буду думать о войне. У меня будет шикарный дом, в котором я могу погулять в своем дворе, я могу, блин, огурцы посадить, Ну, куча всего приятного, полезного, что я могу поехать на Западное отдохнуть. Я могу кучу чего-то сделать. Крым. Крым, кстати. Я обожаю Крым. В наш Крым. Я обожаю Крымские горы. Я каждый год проводил там очень много времени. Я очень хорошо знаю Крым. Я там по пещерам... Многие из нас очень хорошо знают Крым. Ирина, не могу не спросить, вот эти вот медали, крест, это что? Я думаю, это не случайно. Нет, это не случайно. Значок этот, все уже его знают, да? Этот маг, это символ, да. А вот по этим знакам? Это те награды, которые я вот заработала за этот год своей работы волонтером. Это награды церковные. Это орден и медаль. Вот эта медаль от Филарета. Он нас вручал нам, многим волонтерам через нашего губернатора Игоря Райнина. Этим орденом я была награждена от Одеско-Балтского епископата. Они за заслуги перед нашей Икраиной. Тоже за волонтерскую работу. Ну, это, я думаю, очень замечательные. Замечательные такие награды. Я знаю, вы стали советником нашего главы Харьковской области администрации Игоря Райнина. Это что? Это такой, ну, знаете, такой книгсон от власти волонтерам? Или это действительно сотрудничество, о котором говорили, и власть, и волонтерство, что нужно это наладить? Ну, вы знаете, честно говоря, я думаю, что это не книгсон. Это действительно сотрудничество, потому как мы очень много общаемся. Мы очень много... Вы знаете, я сейчас, может быть, не до конца сформулировала вопрос. Очень часто в Фейсбуке я смотрю, да, боже, это власть, все на волонтерах, все на волонтерах, все на волонтерах. Вот я хочу понять, власть услышала, да, вот назначив вас советником. Это уже действительно действенное такое сотрудничество, очень конкретное, которое помогает организовать какие-то вещи. Вы прочувствовали, что это вам дает? Ну, я еще не такое большое количество времени, как советник. Собственно, Игорь Райнин не такое большое количество времени еще у нас губернатор. Вы знаете, ну, те вопросы, с которыми лично я обращалась за, ну, не то что помощью, что озвучить, что вот это есть, ведь не может же человек знать все на белом свете и абсолютно все контролировать. Нужно же, чтобы кто-то пришел и донес ему. Кроме волонтера это не сделает никто, потому что, к великому сожалению, вот была встретишься в Акашвиле недавно, он сказал очень правильные вещи, что у нас еще люди, которые на тех же должностях остались, пусть они хорошие, пусть они за Украину и так далее, но они все равно сидят и боятся, что эта власть уйдет, придет другая и их уволят за то, что они с этой властью что-то не то сделали. Поэтому они боятся любого, кто бы ни пришел. Соответственно, всегда докладывают все только хорошее. Плохого никто не докладывает. Поэтому должен быть волонтер-советником, чтобы прийти и доложить плохое, что вот есть проблема вот там, вот там, вот там, помогите, пожалуйста, ее решить, потому что самостоятельно мы решить ее не можем. Но пока с теми вопросами, с которыми я обращалась к Игору Ранину, я получала только всегда положительное и действительно решение того вопроса, с которым я обращалась. Пока их было только три, но все эти вопросы были решены. Взаимодействие у нас происходит постоянное, то есть, а также завтра мы совместно со всеми волонтерами завтра 8 мая, я имею в виду, 8 мая мы с волонтерами возлагать будем венки к родине матери нашей на нашем мемориале в 10 часов утра 9 числа в 9 утра у нас очень большое мероприятие, которое будет проходить на высоте маршала Конева, куда привезут ветеранов наших, поздравлять будем их с 70-летием победы нашей Харьковской области. Там точно так же все вместе с губернатором и со всеми, всеми, всеми желающими волонтерами, волонтерскими организациями, все, кто неравнодушен, мы все... Харьковчанами. И всех приглашаем, конечно же, туда в обязательном порядке. Да, безусловно, такие даты очень важны вообще и для патриотического духа, и просто для общечеловеческого восприятия. Если возможно, все-таки мне бы хотелось бы озвучить то, чем я собираюсь заниматься после войны. Да, конечно. Потому как это очень важная вещь в связи с чем, что война закончится, мы отметим победу, после этого начнется самое сложное, нам нужно будет наших бойцов вернуть в обычную жизнь. Каждого человека, грубо говоря, уж поверьте человеку, который находится в госпитале и видит, сколько проблем, это только у нас в Харькове то, что мы видим, каждого человека, грубо говоря, надо будет за руку ввести обратно в мирную жизнь. Это будет достаточно сложно и достаточно долгий процесс. Нам нужно будет их всех устроить на работу. Нам нужно будет со всеми ребятами, которые, к сожалению, стали инвалидами, нам нужно будет с ними проводить время. А мы будем это делать с особой радостью, потому что мы сейчас занимаемся открытием реабилитационного центра. Не просто центра, в который можно прийти поговорить с психологом или с юристом. Это будет центр-лагерь, скажем так, центр-пансионат. Когда человеку будет плохо, любой из его окружающих может позвонить нам и сказать, что вот боец такого-то батальона оказался в скрутной ситуации. Вот ему плохо сейчас, у него там то-то, то-то и то-то. Он не может себя найти, он не может понять, зачем он, кто он, где он. Или он плохо спит, у него только война, война, война. Мы забираем этого человека, привозим к себе в этот лагерь, находим ребят из его же батальона, устраиваем им как бы там такую вот встречу его же батальона и работаем с ним в психологической помощи и в социально-устроической, скажем так, помощи. Социальной адаптации. Социальной адаптации и с помощью психологических тестов выявление его навыков того, на что действительно, к чему у него лежит душа. Потому что, например, до войны он мог быть строителем, а на самом деле он супер-дизайнер интерьера. Только вот он не мог это всё раскрыть, потому что тогда было проще. То есть выявлять скрытые возможности. Выявлять скрытые возможности, но обязательно в. То есть для чего, собственно говоря, мы будем приглашать его побратимов. Потому что это для него среда, которую на данный момент он сейчас чувствует. Он не может выйти из войны, поэтому ему нужны те люди, которые с ним вместе. По-моему, замечательный финал нашей программы. Ну это такое будущее, которое вы обрисовали, к которому мы все будем стремиться. Но самое главное, чтобы не было войны, чтобы эта вся ситуация скорее разрядилась. И в конце концов мы и воссоединились с нашим Востоком. Мы вернули наш Крым. И Украина осталась независимым государством. Безусловно, буквально несколько секунд. Дорогие наши ветераны, я вітаю вас с великим святом перемоги. Дуже дякую вам за то, что вы это сделали. Дуже дякую. Мы всегда будем помятать все, что вы пережили тогда, в эти страшные годы, с 1939 по 1945 рік. Сегодня 70-летие нашей перемоги. Мы вітаем вас, мы вас дуже цінимо и дуже вас любимо. Дуже дякуємо за перемогу. Ирина Чаговець, президент благотворительной организации Благотворительный фонд «Сестра милосердия». Назар Радюков, волонтер, боец батальона «Айдар». Были гостями отражения. Программу провела Елена Баранник. Всего хорошего. С праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин